Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в работе машинка Volvo S60 и замена топливного фильтра. Прежде всего, давайте обратимся к Виде. Виде говорит, что для замены топливного фильтра, если машинка недавно работала, необходимо стравить давление. Самое интересное, что Виде предлагает стравить давление сразу двумя способами. Один способ нарисован на картинке. В подкапотном пространстве на топливной рампе сбрасывается давление через клапан, который за воздушивание убирает. Во втором способе предлагается вытащить предохранитель топливного насоса и дать поработать двигателю секунд 20, за который он должен заглохнуть. Тем самым также сбрасывается давление. Непонятно, зачем это все делается и пишется, когда здесь есть спускной клапан на входе в топливный фильтр. И этот клапан... Вот сейчас машинка работала, буквально минут 15 назад она приехала. Благодаря этому клапану я буду стравливать давление. Вот третий способ, которым я пользуюсь всегда. Для того, чтобы убрать давление в топливной системе, снимаем колпачок. Берем обыкновенную тряпку, отвертку, покрываем все тряпочкой, все пространство. Вот она мне пшикнула сюда. Ни капли я не пролил, осталось пятно бензиновое. Еще раз проверяем. Все. Давления нет. Вот и весь способ. После того, как излишки давления убраны, одеваем обратно защитный колпачок. И я обычно беру пистолет продувочный. И вот эти места, где вот эти кнопки, продуваю пистолетом. И дальше откручиваю болт, который держит с зажимом этот фильтр. Вот наш фильтр практически в свободном состоянии. Чтобы не проливать топливо на землю, а оно прольется, обязательно берем емкость какую-нибудь. Ставим эту емкость под фильтр и начинаем снимать, зажимая зажимы. Затем берем новый фильтр. На новом фильтре показана стрелочка направления движения топлива. И одеваем его. До характерного щелчка. И прежде чем одеть второй штуцер, я пойду сейчас и включу пару раз зажигание. Пускай насос немножко прогонит топливо, закачает фильтр, чтобы не создавать большую воздушную пробку. После нескольких включений зажигания из фильтра пошел бензин. Хоть фильтр и был в наклоненном состоянии, но главное, чтобы здесь в фильтрующем элементе все это промочить и набрать его. Одеваем второй штуцер. Одеваем зажимной хомут. И прикручиваем его на место. Ну вот, в общем-то, и вся процедура. Буквально пару слов хочется поговорить про эти фильтры топливные. Всем понятно, что есть оригинал. Оригинал стоит больших денег, поэтому люди ищут варианты и ставят аналоги. Я не знаю, насколько аналоги хороши или плохи. Я всегда смотрю по внешнему виду. И когда фильтр уже покрывается ржавчиной, будь то это 50 тысяч пробега или там 15, если он начинает ржаветь сильно, видно, что от него кусочки отваливаются, я сразу стараюсь его заменить. Потому как мне известны случаи, когда корпусы вот этих фильтров, жестяночки, они прогнивают и фильтр начинает течь. То есть выкидывать бензин на асфальт, когда вы едете. Это очень опасно, поэтому посматривайте за ними. Ну, в принципе, здесь больше ничего такого сверхсложного нет. Фильтрующие элементы сейчас все фирмы практически ставят нормальные. У кого-то фильтры дешевле, у кого-то дороже. В большинстве случаев все это зависит от бренда и от рекламы, которую бренд ввалил в свою раскрутку. Сейчас мы с вами машинку заведем, опустим, проверим, как она завелась, что, как, как будет работать мотор. И после этого распилим старый фильтр и посмотрим, что в нем внутри. Ну что ж, сделаем первый запуск. Перед первым запуском опять пару-тройку раз я включу зажигание, чтобы поднадавить как следует систему. Как видим, машинка немножко дольше заводилась. Понятно, что завоздушивание какое-то присутствовало, но сейчас все нормально. Вот буквально 2-3 раза я включал зажигание и, в принципе, дополнительных действий уже не требуется. Машина будет работать хорошо. Остатки воздуха, какие есть, выплюнутся через форсунки и моторчик проглотит их. Все. Ну а сейчас предлагаю пойти и раздолбать старый фильтр, чтобы посмотреть, что там внутри. Сначала хотел этот фильтр разрезать болгаркой, но потом что-то меня остановило. И я просто взял зубило и растебал его жестоко зубилом. Вот такое он у нас внутри. Кстати, исполнение очень даже неплохое. Ну что ж, первая попытка неудачная. Думал, сразу увижу фильтрующий элемент. Но придется его все-таки разрезать вот здесь. И уже взглянуть, что там внутри. Все-таки пришлось прибегнуть к помощи болгарки. Распилить его. Ну, фильтр грязный, но, тем не менее, он очень-очень хорошего качества. Я не знаю, что здесь за фильтр стоял. Он очень сильно заржавел и не видно. Но снаружи он страшненький, а внутри очень даже достойно выглядит. Очень даже. Фильтрующий элемент, смотрите, какой. Да, грязь есть. Грязь он собирал. Это совершенно очевидно. Кусков каких-то грязи нету. Просто темная бумага. На этом, дорогие друзья, хочется закончить такой вот небольшой обзорчик. Мини-обслуживание. Пожелать вам только качественного топлива на всех заправках нашей страны. Легких вам ремонтов. Всего хорошего. И до новых встреч. Вот, не вижу. Где-то здесь, в листве деревьев, спрятался соловей и напевает. grid такое염ство. Продолжает. Грязь. 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 И так каждое утро он нам тут поет прямо в окно. Продолжение следует...